Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем слушать и вникать в книгу «При мудрости Иисуса Сына Сирахова» 8 глава. Она состоит из многих малых, кажущихся частными рекомендаций, но за каждой стоит мировоззрение, стоит хождение пред Богом, стоит мудрость, которая от изобилия своей благости спешит поделиться с нами, как со своим сыном, этим опытом. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. То есть ты должен определять в своем противостоянии людям, с которыми сводит тебя жизнь, насколько ты способен противостоять тому, кто является твоим оппонентом. И как и Господь предоставляет пример разумного военачальника, который с десятью тысячами не рискует выходить на битву с двадцатью тысячами, так и тебе надлежит особенно следить за тем, чтобы не стать врагом того, кто, несомненно, сильнее и властнее тебя, чтобы потом, когда скорби из-за его враждебности найдут на тебя, не возроптал ты, не отчаивался и не говорил бы, зачем Бог попускает мне такое. Не твоя ли безрассудность устроит такие неприятные последствия? Не твоя ли немирность в отношении сильных может стать потом причиной твоего лютого уныния. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою. И это дело большого благоразумия. Кто-то скажет, что ж теперь смиряться со всяким беззаконием, особенно если это творит человек богатый. Предметом твоего дележа будет не стяжа, неподлинной мудрости или благ, или добродетелей, а земные сокровища или какие-то блага. Именно потому тот, у кого их много, может и твое отнять. Уповай более на Господа, чем на свои средства противостояние подобным тебе людям, которые, к тому же, ручь тебя оснащены и вооружены, и не будешь иметь скорбей. Ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Таким образом, небезопасно искать правды даже у самого царя, если твоим противником будет богатый. Помни, что только Царю Небесному свойственно совершенное беспристрастие. И более в молитве, открывая Богу сердце свое, чем стремись какими-то рычагами своего влияния установить законный порядок по обхождению с тобою. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. Воистину, злоречивый только и ждет каких-то от тебя провокаций. Твое слово будет воспринято за повод проявить свою неустойчивость, свой гнев, свою ярость, свое оскорбительное расположение. Потому не будь дровами на огне его гнева. Не шутись невеждаю, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. И что значат эти слова? Всякий человек, с которым мы шутим, получает как бы некоторое право взаимного шутливого с тобой обращения, некоторого неблагоговения в отношении тебя. Ты шутлив ему, почему же не пошутить? А если при этом тот, с кем ты шутишь, оказывается и невеждой, то для него не будет никакого труда перейти за границы приличия и подвергнуть насмешке и то, что является твоей святыней, например, память твоих предков. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под епитимиями. Человек, обращающийся от греха, это значит присыщенный грехом. Таковы люди, страдающие от алкоголизма, таковы люди, страдающие от каких-то иных страстей. И когда мы видим человека присыщенного, не призваны мы укорять его. Почему? Что такое епитимия? Епитимия, слово древнегреческое, имеет значение кары, наказания, но при этом и врачевания. Мы все находимся пред Богом неисправными. Поэтому, если захочет судиться с нами Господь, то никто не обращется чист от скверны. Потому укоряющий ближнего своего, пускай и очевидно грешащего, неизбежно сам поставляет себя в достоинство судьи, а следовательно лишается и милости Божьей. А хорошо помнить всякому, что всякий по определению Феофана Затворня упокоивается на милости Божьей. И мы, более всего, оберегая милость Божью к себе, должны и в отношении людей согрешающих иметь бережное и милосердное сердце. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. проявление крайнего самолюбования и самодовольства, глупости и прельщения, пренебрежения к тем, кто немощен, забвение о многих годах трудов его, и пренебрежение, проявляющееся и в слове, и в игнорировании его интересов, и в откровенных иногда оскорблениях. Это безрассудство, которое неизбежно будет наказано, тогда, когда сам человек состарится и не будет у него утешителя. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе, помни, что все мы умрем, ибо это горькая чаша, которой надлежит испить каждому. И тот, кто не умеет сострадать умирающему или уже умершему, тот может без сострадания от Господа и без милостей от людей встретить и свой смертный час. Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их. Пренебречь очень легко. Это достигается, например, не чтением ежедневно Священного Писания Нового Завета. А ведь не Слово человеческое, но Слово Божье со страниц этой божественной книги является нам. Упражняйся в притчах. Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Мы не просто пролистываем торопливо, поверхностно выхватывая только некоторые мысли, но почти на каждой останавливаемся и прикладываем их как целительной, какую мась к сердцу своему. Ибо от них научишься веденью и как служить сильным. Сильными здесь именуется не сильный век сего, иначе автору надлежало бы писать о том, как изощрять свою руку в пользовании мечом или изготавливать что-либо ювелирное или съестное, радостное для глаз или для чрева сильных и могущих заплатить. Воистину сильными именуются те, кто правит жизнями человеческими, кто, исполняя волю Божью, как ангелы, оказываются могущими остановить и великие беды, движущиеся на нас, и для того, чтобы войти действительно в служение сильным, надлежит назидаться повестью мудрых и упражняться в притчах их. Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности. Какой в случае надобности дать ответ? Где брать правильные наши слова, ответы на жизненные вопросы в наставниках, в той мудрости веков, которую мы называем священным преданием? Именно святоотеческая мудрость, принимаемая от одних отцов и передаваемая другим, является для нас самым великим наставлением, потому и мы в наших словах и размышлениях всегда ссылаемся на святых отцов как истинных носителей мудрости, передаваемой от поколения в поколение. Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его. То есть надлежит следить не только за тем, чтобы самому не увлечься грехом своим, но и за тем, чтобы не стать причиной соблазна для окружающих людей. И святитель Иоанн Златоуст советовал исповедоваться не только в том, что ты сделал плохого, но и к чему плохому ты расположил ближнего. И не только в том, что доброго ты должен был сделать, а что не допустил из доброго сделать ближним твоим. И не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Таинственное слово. Как наглец может засесть засадою? Скорее всего потому, что наглость неизбежно возбуждает ответные меры, и потом от твоих собственных слов изреченное, вылетевшее оскорбление или ругательство в отношении наглеца послужит против тебя самого, поскольку и он обратит твое оружие на тебя, и ты сам, потеряв чистоту, и мир сердечный из-за тех гнилых слов, которые могут и у тебя вырваться, таким образом потерпишь поражение. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Ну, в наше время многие и очень сильный мир сего в беспомощности сознают себя против тех, кому дали взаймы и не получили обратно. И мудрость, которой советует воспользоваться наставник, такова. Если что, кому даешь в долг, то давай столько, и тогда, когда можешь смиренно признать данный в долг совершенно уже для себя потерянным. Отдадут, будет внезапная радость. Не отдадут, уже не мучайся и не злись, не раздражайся и не огорчайся. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанное заплатить. И сейчас вопрос очень актуальный. Нужны поручители при кредитах, нужны свидетели при даче взаймы. Дело это весьма неблагодарное, и гораздо лучше уклоняться от этого, предоставляя людям самим принимать решения. А если вдруг по необходимости или по какому-то повелению сердца решишь ты оказаться поручителем за кого-то, то восприми это как должный в случае его неисправности, неисполнительности сам выплатить за него всю ту сумму, по поводу которой идет речь. Не судись судьей, потому что его будут судить по его почету. Об опасности быть судьями мы уже слышали у премудрого Иисуса, сына Сирахова. А здесь и другая сторона вопроса. Как бы ни был неправ тот, кто именуется в народе судьей, его непременно будут и доверия, и расположение тех, кто уже судит вас, поскольку самоизвание судьи придает ему больше правды, даже если он совсем неправ. Потому не будь тороплив и избирай себе соперников посильных, а не непосильных для тебя. С отважным, по-церковно-славянски, с дерзым не ходи на путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему, по своей воле, и с буйством его ты погибнешь. Нам известно, что среди нас есть и некоторые ноздрёвы, которые отличаются неуёмностью нрава, изобретательностью всяких приключений для себя и для тех, кто рядом с ними. И многие погибли, решившись следовать за таким. Сесть ли за ним на мотоцикл, на заднее сидение, а он безрассудно давит на газ, пустится ли в какие-либо манифестации несанкционированные с намерением добиться какой-то сомнительной правды или ещё всякие призывы дерзких, пускай не будут для тебя приманкой, за которой ты можешь попасться сам на крючок лютой смерти. От его безрассудства погибнешь ты. Если есть тебе рассуждения, не торопись прилагаться к делам дерзких. Не заводи ссоры со вспыльчивыми и не проходи с ними через пустыню, потому что кровь, как ничто, в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Будь внимателен к людям, не сдержанным. Очень многие горько жалели о содеянных злодеяниях, но совершили их под воздействием гнева своего. И там, где может возникнуть ссора, и вы останетесь наедине, как бы не оказаться тебе жертвой его безрассудства, и он потом будет жалеть, и тебя уже не вернуть. Потому прилагайся в дружестве своем, в общении к тем, кто имеет мирный дух и не скоро выходит из себя. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. Таково свойство людей безрассудных, что он не только не даст тебе полезного совета, но еще распространит слухи о твоих намерениях так, что тебе уже неудобно будет их и осуществить. «При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает». Всякое благоразумие должно сопровождать нас тогда, когда мы находимся в присутствии людей, нам неведомых. А ведь это всегда возможно в наше время оказаться не без свидетелей и средства информации, и видеозаписи, и фотографии. Все распространяется с скоростью звука. И там, где люди неизвестны к тебе намерений, там неизвестны, как они интерпретируют, иногда вполне безобидные слова твои или действия. Потому он надлежит быть очень осторожным и ходить с большой осмотрительностью. «Блюдите, яко опасно ходите», — говорит апостол. И воистину согласны слова мудрецов об этом предмете. «Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя». Кажется, самое сокровенное и дорогое, что мы можем для человека, открыть ему свое сокровенное. Но с этим твоим благодеянием для него, скорее всего, он поступит не слишком бережно и дурно отблагодарит таким образом. Либо даст совершенно неверный совет, либо злоупотребит твоей доверенностью и доверительностью против тебя же самого. И, как говорят премудрые отцы, никому не открывай мысли твои, сокровенное твое, кроме того, кто может исцелить твою душу. То есть тому, кто сам, духовно здоров, может быть открываемо твое сокровенное. Субтитры делал DimaTorzok